Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. В этом видео пустые баночки уходовых и косметических продуктов. Давайте быстренько пробежимся по средствам для ухода за полостью рта. Использовали три бутылки ополаскиватель. Первый я купила первый раз. Это от собственной марки гипермаркетов лента 365 дней с экстрактом ромашки и календулы 500 мл. У него была бюджетная стоимость. Честно говоря, не очень понравился какой-то, ну, по крайней мере, для меня не очень приятный привкус. Очищающие свойства тоже очень средние. После применения не оставалось никакого ощущения свежести, какого-то приятного вкуса во рту. Поэтому покупать его не буду, несмотря на бюджетную стоимость. В Тараденджи покупаю постоянно. В этот раз приобретала один вот в такой большой бутылке. Здесь объем 475 мл. И маленький, стандартный, в объеме 275 мл. В Тараденджи у нас представлено обычно в разных вкусах. Мне больше всего нравится вот этот отбеливающий. У него, по-моему, самые приятные такие освежающие свойства. Поэтому в Тараденджи обязательно буду покупать и дальше. Закончились две зубные пасты. Первая, самая любимая в нашей семье, это паста Аквафреш. Мягко-мятная. Мне кажется, она хорошо очищает и оставляет после себя приятный такой мятный вкус. Поэтому обязательно буду покупать. Вторая, менее бюджетная, это Колгейт Макс Вайт. Здесь всего лишь 50 мл. Эту пасту было удобно взять с собой в отпуск. Никаких отбеливающих свойств я, честно говоря, не заметила. Но она прекрасно пенится, прекрасно зубы очищает. Ну, как такой вариант для поездки, очень даже неплохой. Давайте перейдем к продуктам, которые я использовала при принятии ванны и душа. Закончилось стандартное средство. Ну, стандартное для меня. Я часто покупаю лактоцит. Средство для интимной гигиены увлажняющие. Ничего не могу о нем сказать плохого средства. Мне это очень нравится. Единственное, мне не нравится небюджетная стоимость. Средство становится все дороже и дороже. И без скидок цена уже может доходить даже до 350 рублей. Поэтому пока это последняя бутылочка данного продукта. И на следующий месяц я приобрела себе более бюджетный вариант. Если он сработает, то от лактоцида откажусь. Так как стоимость совершенно небюджетная. Использовала я в душе вот такой скраб. Покупала я его в фикс прайс за 50 или 55 рублей. Кстати, для 75 миллилитров. Это не такая уж дешевая стоимость. Ну, средняя, наверное. Он у нас производителем предполагается как кремовый скраб для лица, шеи и зоны декольте. Для всех типов кожи. Я изначально брала его только для зоны декольте, для рук, для лица. Я даже не рискнула бы его использовать. Он действительно был кремовый. Видите, вот на дне что-то еще осталось. Кремовый продукт. Достаточно много скрабирующих частичек. В составе у нас виноградная косточка, масло кокоса, миндальный орех. Ну, такой супер бюджетный продукт. Для зоны декольте, для рук. В принципе, неплохо. Кстати, покупаю уже не первый раз. В общем-то, цена-качество меня вполне устраивает. Закончился у меня мужской антиперспирант Рексона, невидимый на черном и белом. Я довольно часто покупаю себе антиперспиранты именно из мужской линейки. Но те, в которых такой неярко выраженный мужской аромат, скорее унисекс, защищает отлично. Действительно, в общем-то, практически не видим даже на черной одежде, хотя на каких-то черных футболках все-таки незначительные следы оставлял. Но я ему это прощаю за то, что у него просто прекрасная защита. Ну, меня он защищает даже при занятиях спортом, поэтому обязательно буду повторять. И вы присмотритесь. По-моему, нет ничего страшного в том, чтобы купить мужской антиперспирант. Так, закончились два продукта, которые я использовала уже после принятия душа. Давайте начнем вот с такого масла Тутти Фрутти от польской компании Формона. Это масло было достаточно густое. Это крем-масло. Действительно, была такая очень густая, насыщенная текстура. Продукт кожу очень хорошо и напитывал, и увлажнял при нанесении на еще немного влажную кожу сразу после душа. Если проходило какое-то время, я, например, продукт забывала нанести, то мог оставлять какую-то липкость или жирность. Единственное, мне очень быстро надоел очень химозный, какой-то резкий для меня запах киви. Производитель, видимо, хотел создать запах натурального киви, но это как-то очень плохо у него получилось, поскольку какой-то совершенно химозный, не очень приятный для меня запах был. Поэтому как средство для тела я использовала, наверное, неделю или, может быть, даже меньше, а потом использовала как такой густой, очень питательный продукт для ножек. Работала отлично, наносила на ступни и затем надевала хлопчатобумажные носочки минут на 15-20. Ну, на ногах продукт работал отлично. Но, скорее всего, покупать второй раз не буду именно вот за этого химозного запаха киви. Очень мне нравится троксируйтин, тонизирующий, охлаждающий гель для ног. Покупаю фикс прайс, 50 или 55 рублей. У меня он снимает усталость и со ступней. Также наношу на икры ног. Единственное, получается достаточно большой расход. Здесь 50 мл. Мне хватает такого тюбика недели, наверное, на 2-2,5. К сожалению, в ближайшем ко мне магазине пропало. В запасе у меня только один такой тюбик. А так с удовольствием, с большим даже удовольствием я повторю. Два крема для рук. Первый – это продукт из того же фикс прайс от марки Вилсон. Производитель нам рекомендует использовать для рук, для ног и для тела. Я в основном использовала для рук. Очень приятная, нежная такая консистенция. Легкий, приятный, не химозный аромат ромашки. Прекрасно руки увлажнял. Несколько раз использовала и для тела, и для ног. Кстати, действительно подходит, в общем-то, для любых частей тела. Бюджетная стоимость. Обязательно буду повторять. Отличный продукт, на мой взгляд. И второй продукт. Осталось у меня, наверное, еще дня на 3-4. Это бальзам для рук от Новосвит. Двойная концентрация масел, ши и макадамия для сухой, потрескавшейся кожи. Да, для сухой кожи подходит. Насчет трещин не могу сказать, сможет ли он как-то их заживить, улучшить ситуацию. Но для очень сухой кожи рук он подходит. Если были даже какие-то незначительные шелушения, да, он снимал. Кстати, здесь очень большой объем для крема для рук – 100 мл. Я покупала на каком-то аптечном сайте. Цена была рублей, наверное, 85-90. Но цена совершенно оправдана. Во-первых, отличный объем. Во-вторых, просто отличное действие. Также для рук закончился у меня спрей-санитайзер от марки LP Care. Такие спреи продаются, по-моему, исключительно в магазине «Подружка». Стоимость у них не самая, на мой взгляд, бюджетная. Больше 100 рублей. Вот за такую малышку. Какой у нас здесь объем? Объем 20 мл. Но очень удобный формат. Влезает в любую сумочку. Очень удобно им пользоваться. Поэтому периодически такую покупку повторяю. Также для рук и ногтей закончился у меня от Новосвит. Такой интересный продукт. Интенсивный уход. Крем-сос. Уход за поврежденные кутикулы. В составе Д-пантенол. Также нам производитель пишет, что против заусенцев. На самом деле, индивидуально только это средство. Если вы будете использовать, оно вам ничего не даст. Если вы регулярно ухаживаете за ногтями, за кутикулой, особенно если вы сторонник необрезного маникюра, и кутикула у вас и так в неплохом состоянии, как дополнительный уход этот крем можно использовать. Я использовала его и для ухода за кутикулой, и как такую малышку крема для рук. Потому что удобно было его кинуть в сумочку или взять с собой в поездку. Здесь маленький очень объем, 20 мл. Но и стоимость такой малышки очень бюджетная. Можно купить и за 35 рублей, и за 40. Ну то есть, поэтому вполне возможно буду повторять. Особенно в качестве такого варианта для поездок. Закончилась жидкость для снятия лака умная эмаль, комплекс, способствует укреплению ногтей и так далее, без ацетона. Ничего не могу сказать по поводу укрепления ногтей. Мне кажется, любая жидкость для снятия лака, даже если она без ацетона, она ничего хорошего не сделает. Ну, в лучшем случае, просто не испортит вам ногти. Мне эта жидкость понравилась. Лак она снимала неплохо. Но я использую только обычные лаки. Гели-лаки я не использую. Ну, как бы обычный лак, с обычным лаком справлялась. У нее был приятный такой какой-то лимонно-фруктовый аромат. Стоимость у нее, наверное, не самая бюджетная. За 75 мл я заплатила рублей, наверное, 65. Ну, если будет возможность, я ее повторю. По действию мне понравилась. Действительно мягкая и очень неплохая. Не закончилась, вернее, перелила в другую, более удобную мне емкость. Это эликсир для ногтей и кутикулы от Pink Up. Ну, на самом деле, это, в общем-то, обычное масло, ухаживающее за ногтями и кутикулой. Здесь у нас идет пипетка. Почему я перелила в другую емкость? Мне неудобно было пользоваться этой пипеткой, когда вы на кутикулу или ноготь дозируете, и пытаетесь выдавить каплю. Да, капля как бы капает, но она такая огромная. Я не знаю уж, какого она объема, но этой каплей, не знаю, можно было обработать просто все ногти. Поэтому, ну, было неудобно пользоваться. Оставалась и на ногтях, и на руках какая-то вот эта жирность, так как очень много продуктов попадало. Ну, и расход, конечно, из-за этого был просто огромный. Поэтому я перелила в другой флакончик и наношу это средство кисточкой. Мне так гораздо удобнее. Вот такой формат с пипеткой мне не понравился. Сам же продукт по действию очень-очень неплохой. Давайте перейдем к средствам по уходу за волосами, наверное. Как всегда, использовала я одну краску от L'Oreal Краска Кастинг. Это краска безымячная. Она, в общем-то, бережно достаточно относится к волосам. Последнее время использую в оттенке 100 черный ваниль. Я крашусь, наверное, на один тон темнее, чем мои собственные волосы. По-моему, это самый темный оттенок в линейке. Но мне темные черные волосы идут. В общем-то, чем темнее, тем как-то мне кажется лучше к моему образу. Поэтому краской буду пользоваться. Она, кстати, не стойкая. Мне хватает ее, правда, достаточно надолго. Наверное, недели, даже на три. Производитель нам, в общем-то, по-моему, так и указывает, что где-то до трех недель стойкость. Или до скольких-то там... До 28 раз использования шампуня. Ну, вы знаете, это, конечно, маловероятно. Я мою голову, наверное, раз в три дня. Ну, вот посчитайте, да, что мне хватает на три недели. Поэтому, конечно, производитель все-таки немножко слукавил, что до 28 раз использования шампуня. И что же у нас по шампуням? Шампунь я использовала вот такую малышку. Производитель у нас фитокосметик. Покупала фикс-прайс. Здесь очень маленький объем, 150 миллилитров всего лишь. И цена за 150 миллилитров совершенно небюджетная, 99 рублей. Я купилась вот на эти обещания. Густой объем, пышность, блеск, мгновенное преображение. В общем-то, да, большая уже девочка, но покупаюсь вот на такие обещания. И меня заинтересовало, как этим шампунем надо было пользоваться. А надо было его наносить на волосы, на влажные волосы, и оставить на три минуты. И только после этого надо было его смывать. Я, естественно, использовала его строго по инструкции, но никакого густого объема, пышности или какого-то особого блеска я ничего не заметила. Ну, что могу сказать? Просто обычный, хороший, нормальный шампунь, который качественно промывал волосы. Волосы после него были чистые, он хорошо пенился, у него приятный аромат. То есть, как шампунь, к нему претензий нет. Ну, вот все, что нам обещает производитель, объем пышности и так далее, ничего подобного не было, поэтому я повторять его не буду, потому что, как я уже сказала, в общем-то, за 150 миллилитров 99 рублей, ну, это крайне небюджетно. И сейчас я немного сдвину все эти продукты, которые я использовала, и мы с вами перейдем к средствам для лица, декоративной косметики, ну, и некоторым другим продуктам. Наконец-то у меня закончилась просто какая-то нескончаемая мицеллярная вода от Невея. Здесь большой объем 400 миллилитров. Мне ее хватило месяцев, наверное, на 7. Ну, во-первых, макияж я делаю все-таки не каждый день, во-вторых, периодически у меня были какие-то другие средства для снятия макияжа, но все равно средство какое-то нескончаемое. Вода такая представлена в двух вариантах. У меня для сухой чувствительной кожи, по-моему, бывает также для жирной и комбинированной. Удаляет макияж с лица неплохо. С глаз не пробовала, не рискнула. У меня глаза чувствительные. Как нам пишут производители, ухаживает, освежает. Ну, никакого ухода от мицеллярной воды, мне кажется, ждать не стоит. По крайней мере, у меня не было от нее сухости, раздражения, что уже большой плюс. Но, честно говоря, не уверена, что готова повторить именно из-за такого, ну, просто какого-то гигантского объема. Под конец использования она мне уже, честно говоря, поднадоела. Если вдруг начнут ее выпускать в меньшем объеме, ну, хотя бы миллилитров 200-250, с удовольствием куплю. Но 400 миллилитров, ну, не знаю, маловероятно. Мой любимый, самый, наверное, любимый тоник для лица от Гарнье. Основной уход успокаивающий, витаминный, тонизирует, смягчает, подходит для чувствительной и сухой кожи. Он без спирта. Ну, это мой любимчик. Я пока, честно говоря, ничего лучше не нашла. Хотя тоже иногда надоедает им пользоваться, поскольку такую бутылочку покупаю, ну, как минимум, несколько раз в год, иногда чередую с какими-то другими средствами. Ну, в общем-то, отличная вещь и не такая уж высокая стоимость. Практически у меня закончился вот такой гаммаж от Ифраше. Это фруктовый абрикосовый гаммаж для лица. Здесь объем 50 миллилитров. Без скидок этот продукт стоит, на мой взгляд, очень дорого. Что-то порядка 550 рублей. Но мне хватило его очень надолго. Я начала пользоваться еще летом. И, как видите, вот он у меня только-только заканчивается. Этот гаммаж подойдет только для очень чувствительной кожи. Он кремообразный. Здесь очень-очень мелкие частички. Если у вас нормальная кожа или жирная, даже не пытайтесь его покупать, вы, наверное, его действия вообще на себе не ощутите. Кстати, в общем-то, и купила я его потому, что очень многие блогеры его ругали и говорили, ну, что он какой-то очень уж нежный, очень мягкий. Его действия еле ощутимы. Но для меня это большой плюс. У меня кожа чувствительная. Я могу пользоваться исключительно вот подобными продуктами. Я его использовала, как нам и рекомендует производитель, один-два раза в неделю. В летний период два раза в неделю. И в осенне-зимний одного раза в неделю мне было вполне достаточно. Поэтому, несмотря на такую завышенную, на мой взгляд, стоимость, ну, получается достаточно бюджетно, так как эта стоимость растягивается, в общем-то, на полгода практически. Закончился у меня ночной крем от Lumen. Этот крем подходит для всех типов кожи. Он достаточно легкий. При этом, в общем-то, кожу неплохо питает. Пользовалась им с большим удовольствием. Кстати, покажу. Я использовала его в паре с дневным кремом. Дневной крем у меня уже именно для сухой кожи. Ночной крем закончился быстрее. Как-то расход был больше. А дневного крема у меня на недельку, наверное, еще осталось. Поэтому он пока в пустые банки не переходит. Если, кстати, увижу по нормальной стоимости, с удовольствием повторю. Но стоимость именно на марку Lumen сейчас бюджетной назвать нельзя никак. Так, давайте посмотрим, наверное, маски для лица, какие я использовала. Во-первых, две мои, наверное, одни из самых любимых масок. Это от марки FITO COSMETIC. Их такое подразделение Российский институт красоты и здоровья. Эта маска эпиптидная, интенсивное питание. Но на самом деле для сухой кожи эта маска является не питательной, а скорее очень хорошо увлажняющей. Увлажнение она дает просто прекрасное. Маска хорошо пропитана. Она имеет очень приятный аромат. Я от процедуры получаю не только хорошо увлажненную кожу, но и такой релакс. Цена у нее бюджетная. Я покупаю в основном на аптечном сайте, так как в магазинах почему-то именно такую маску не видела. Цена где-то порядка 55 рублей. В общем-то нормальная. Одна маска корейская от компании BC. Восстанавливающая маска с протеинами молока. По действию она также скорее увлажняющая. Кожу увлажняла хорошо. И на следующее утро был виден эффект. Единственный минус. После этой маски у меня на лице была некоторая липкость, которая пропала минут, наверное, через 10-15. Но поскольку у меня кожа сухая, для меня это как-то не было каким-то неприятным моментом. В общем-то я спокойно это пережила. Но если у вас кожа, например, комбинированная или жирная, вам, наверное, вот эта липкость будет неприятной. Может быть, на вашей коже она задержится дольше, чем на 10 минут. Использовала несколько упаковочек вот таких патчей для области под глазами. Это патчи китайского производства. Они бюджетные. Я заказываю на ebay или на алиэкспресс. У меня такая упаковочка обходится не дороже 25 рублей. В упаковке одна пара. Мне, кстати, удобно, когда каждая пара в отдельной упаковке, а не вот эти вот большие банки, где по 60 штук. Потому что, честно говоря, иногда несколько беспорядочно использую подобный продукт. Если есть свободное время, могу использовать и два раза в неделю. Если я как-то очень сильно загружена и по работе, и вообще не до ухода за собой немножко, то, может быть, раз в неделю использую. Но раз в неделю стараюсь обязательно. В общем, отличный продукт. У меня таких еще в запасе очень-очень много. Для губ закончился бальзам от Beauty Care BC. Это та же марка, которая вот такую маску выпускает. Неплохой бальзам. Достаточно бюджетная стоимость. Порядка 65 рублей. Тоже заказывала на аптечном сайте. Он очень нежный, он очень приятный. Он губы отлично питает. Он подойдет на зимний период. При этом, знаете, никакой вот такой липкости или какой-то вазелиновости в нем нет. Он очень приятный. Если увидите, я очень рекомендую к покупке. Кстати, их представлено, наверное, вида 4 разных. Так, что дальше вам показать? Покажу тоже мой любимый продукт от FITO COSMETIC. Очень бюджетный крем-краска HENNA COLOR. Натуральная, на основе хны. Она подходит для подкрашивания бровей и ресниц. Я использую только для бровей. Оттенок у меня черный. Я использую раз, наверное, в 10 дней. Краска очень хорошо подкрашивает брови. Она не прокрашивает кожу. Некоторым, кстати, нравится эффект, когда кожа прокрашивается. Мне не нравится. Мне нужно, чтобы прокрашивались только, в общем-то, сами волоски. Ну, не знаю, хорошая краска, бюджетная. Так, объем у нас здесь. Объем, наверное, был указан на коробке. Здесь очень-очень маленький объем. Это просто вот такая малышка. Но мне этой малышке при использовании раз в 10 дней хватает на 3-4 месяца. В общем-то, копеечная вещь. Но работает отлично. И в запасе есть. И повторять обязательно буду. Так, теперь давайте я вам покажу два продукта декоративной косметики. Первый, как вы видите, у меня использован, ну, наверное, на треть. Это тональный крем от L'Oreal Alliance Perfect. Совершенное слияние. Выравнивает тон, подстраивается к цвету и так далее. И так далее. У меня в самом светлом оттенке 1N. О самом тональном средстве, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Мне кажется, это такой средненький тональный крем. Для сухой кожи подходит, ну, с некоторым натягом. Мне кажется, подойдет для нормальной комбинированной кожи. Он действительно перекроет вам какие-то несовершенства, если у вас есть такая потребность. Но я для себя поняла еще где-то, наверное, весной этого года. Крем этот у меня стоит, наверное, год или даже больше. Что я не хочу пользоваться тональными средствами. Для меня они слишком тяжелые. И, в общем-то, пользовалась я ими только благодаря, в общем-то, пропаганде бьюти-блогеров. И вообще, благодаря нашему современному миру, да, который нам заявляет, ну, что без тональника просто вообще никуда. А зачем мне тональник, если у меня нет каких-то несовершенств, которые мне надо перекрыть. И мне, в общем-то, надо только немного выровнять тон кожи. С этим прекрасно справляется обычный биби-крем. В общем, тональники я больше покупать не буду. Этот я выкидываю. Отдать мне, к сожалению, некому. Очень светлый оттенок. Никто таким не пользуется. Закончился биби-крем. Его я использовала до конца и с огромным удовольствием. От Vivienne Sabo в самом светлом оттенке. 01 светлый бежевый. Неплохой биби-крем. Производитель нам пишет, что он подходит для любого типа кожи. Кому интересно, я сейчас сфокусирую камеру, вы сможете посмотреть информацию. Хотя нам пишут, нет жирному блеску и так далее. Мне кажется, он наоборот дает такое немного какое-то, знаете, влажноватое покрытие. Поэтому, насколько он подойдет, например, для жирной кожи, ну вот сомневаюсь. Кстати, объем здесь очень маленький, 25 миллилитров. Он подойдет для сухой кожи, подойдет для нормальной, я думаю, подойдет для комбинированной. Легкое, приятное покрытие, выравнивает тон. Естественно, он не скроет, не замаскирует какие-то несовершенства. Если они есть, надо точечно, может быть, воспользоваться корректором или консилером. Но меня этот продукт устраивает. Действия, которые мне нужны, все эти действия он выполняет. Это, в общем-то, отличная вещь. У меня в запасе и в использовании сейчас есть другие BB-продукты. Поэтому прямо сейчас его повторять не буду. Но как бы на заметку себе взяла и повторю с удовольствием. Для моей кожи подошел. Закончился вот такой интересный продукт. Масло косметическое. Покупала Fixed Price. Кстати, цена для масла косметического, а это не эфирное масло. Это именно масло ароматическое. Цена была, я считаю, завышена. 77 рублей за 10 миллилитров. Это ароматическое масло я использовала для различных саше, для ароматизации постельного белья. Ну и для каких-то других хозяйственно-бытовых целей. Аромат у нас здесь зеленый чай. Зеленым чаем и не пахло. Это какая-то просто, не знаю, такая парфюмерная композиция. Но для ароматических саше, в общем-то, подошло. И покажу вам в заключение два вот таких больших пакета. Это карамелька детское мыло. Оба, кстати, этих продукта я покупала Fixed Price по бюджетной стоимости 50 или 55 рублей. Детское мыло карамелька. Большой объем 1 литр. Я использовала не как детское мыло. Я использовала как пену для ванны. И еще использую. Просто я перелила в более удобную емкость, да, пластиковую. Прекрасно пенится. Очень-очень нежный, еле ощутимый аромат. При этом пена, она такая стойкая. То есть пока вы принимаете ванну, пена у вас никуда не денется. Поэтому обязательно такое мыло буду повторять. В качестве пены для ванны просто супер. А уж 55 рублей за литр. Ну, это, в общем-то, подарок. И так же еще не закончилось. Сейчас у меня в использовании вот такое кремовое мыло для рук. Объем 1,25 литра. Инжир, ирис. Не могу сказать, что это кремовое мыло. Это обычное самое дешевое, самое простое мыло для рук. Большой объем за бюджетную стоимость. Не знаю, ни инжиром, ни ирисом не пахнет. Такой легкий-легкий какой-то парфюмерный аромат. Но я использую на кухне. Прекрасно для хозяйственных каких-то бытовых целей подходит. Но если вы, например, используете жидкое мыло и в ванной комнате, я вам не рекомендую к покупке. Ну, уж совсем оно, знаете, такое, ну, простенькое-простенькое. Ну, для кухни вполне неплохой вариант. Ну, вот такие пустые банки в таком, как всегда, немаленьком объеме скопились у меня за декабрь месяц. Ну, я очень люблю различные уходовые средства. И они у меня расходуются гораздо быстрее, чем косметические. Всем спасибо за просмотр. Всем отличного настроения. Всем только самых-самых удачных покупок, удачных уходовых и косметических средств, чтобы у вас в этом году не было никаких разочарований. Ну, хотя бы в этом. Всем пока!